На территории Мурманской области начался сезон сбора грибов и ягод. В этом году любители тихой охоты, увы, ждет разочарование. Причина – холодное лето. Хочется ягод и грибов, придется потрудиться. Казалось бы, собирай да ешь. Вот только в этом году дары северной природы на вес золота. Виной тому холодное и дождливое лето. По отзывам тем, кто собирает, несмотря на то, что оно было дождливо, все-таки в более сырых местах, то есть в Беломошниках их нет или мало, а больше в зеленомошниках, в травянистых лесах, там есть трава, в сырых местах. Ягоды тоже есть, но меньше, чем обычно. Тем не менее, на импровизированных торговых рядах возле рынков и крупных магазинов, как и прежде, изобилие. Только цены на грибы и ягоды в нынешнем сезоне немалые. К примеру, за трехлитровую емкость морожки просят 2500 рублей. Красноголовики от 300 рублей за маленькое ведерко до 500 за большое. Торг неуместен, опять же, по причине неурожая. Ну, по сравнению с прошлым годом, грибов, конечно, поменьше, но в данный момент появились грибы. Долго за ним приходится ходить, да? Долго. Подольше, чем в прошлом году. А ягоды? С черникой плохо. Каждый из продавцов уверяет, на прилавках товар исключительно из Кольского заполярья. Однако догадаться нетрудно. Большинство грибов и ягод привезены из Карелии или из средней полосы. Но даже если лесные деликатесы действительно местные, где и каким образом их собирали и насколько они безопасны, установить нельзя. На Первомайском рынке действует специальная лаборатория, которая могла бы дать ответ на эти вопросы. Но исследуют там только те продукты, которые продаются на официальной торговой площадке. Остальные под этот контроль не попадают. Вы всегда знаете, где вы собираете грибы и ягоды, потому что неизвестно, где люди набрали. Может быть, на могильниках, потому что в таких местах как раз очень хорошо растут и грибы, и ягоды. И многие для себя это не собирают. Поэтому лично я бы не рекомендовала. Повезет или нет, вопрос отдельный. Но профессионалы уверены, на такую охоту лучше отправляться самостоятельно. Главное, не забывать о правилах безопасности. Спасатели советуют предупреждать о предстоящем походе родственников, сообщать о координатах района сбора и о времени возвращения домой. А также, кроме ведер, корзин и лукошек, брать с собой и вещи, которые могут оказаться очень полезными в экстремальной ситуации. Прежде всего, с собой обязательно надо взять теплые вещи, так как у нас погода непредсказуемая. Непромокаемые вещи, спички, нож, что-то перекусить. По возможности взять или компас, или GPS-навигатор. С начала этого года в МЧС Мурманской области поступили сообщения о 29 пропавших в лесах. 16 человек найдены живыми, 6 погибли, 7 числятся в розыске.